кто из нас не хотел бы стать бессмертным вообще-то я не хотела бы единственная причина по которой бы я согласилась на бессмертие это сверкающий на солнце столетний мальчик но вот многие люди хотели бы и даже могли бы пожертвовать чем-то ради бессмертия и вот в итоге энтони говорит что если она будет следовать предложенной им программе продолжать выполнять все указания том сделать сарму и ее пса бессмертными сегодня именно об этом мы и поговорим а еще религиозных сектах вербовках бессмертных собаках и это не шутка присаживайтесь поудобнее заваривайте себе вкусного чая или кофе и давайте приступим любите ли вы романтические истории также как люблю их я кажется я просмотрела уже все списки с фильмами аля топ 10 лучших ромкомов и прочитала все книги про бэтбоя красавчика который естественно влюбится в отличницу но на днях мне приехала новинка которая вас удивит книга в жанрах романтика и спортивная драма спасти 6 от хлои волш нам расскажут о джоуи линча парни с тяжелой ситуации в семье и с чрезмерной ответственностью для своего возраста и об ифе молой девушки которая стала для него лучиком света в книге поднимаются темы буллинга жестокого обращения и преодоления травм но что мне нравится больше всего и что я особенно люблю в таких историях это то что первая любовь героев совпадает со временем взросления их личности то есть они не только прямо в моменте формируют свои характеры но и влияют друг на друга как бы уравновешиваясь а еще все это происходит в ирландии нулевых не знаю меня этот факт просто прикалывает бестселлеры из серии парни томина взорвали тикток с более чем 190 миллионами просмотров по тегу binding 13 я некоторые из них посмотрела и так как книжку я еще не дочитала хочу поинтересоваться а почему после прочтения все рыдают короче переходите по ссылке в описании получаете скидку 25 процентов по моему промокоду кроп 25 в читай городе с 30 сентября по 14 октября и читайте спасти 6 вместе со мной но мы возвращаемся к теме перед началом истории я хочу погрузить вас в абсурдность происходящего у вас есть домашние животные может быть кошка собака или у ваших родственников может быть у ваших друзей а можете ли вы представить что в какой-то момент придет какой-то рандомный дядька скажет что ваше домашнее животное теперь может стать бессмертным и вы кстати тоже и вы в это поверите что навряд ли и вообще вы думаете что во что-то подобное мог поверить только ребенок тогда я хочу вас познакомить с армой нью-йоркской королевой веганской кухни и эталоном здорового образа жизни в 2004 году сарма со своим парнем мэтью открыла в нью-йорке первый ресторан сыроеческой веганской кухни под названием pure food and wine сарма мягко говоря очень неглупая девушка она использовала популярность индустрии здорового образа жизни свои деловые навыки отточены в пенсильванском университете и собственную привлекательную внешность чтобы превратить манхэттенский pure food and wine в модное место в стиле секса в большом городе концепт сыроедения был почти что новаторским так что ресторан быстро обрел верных поклонников туда ходили энд хэттвей вуди харрельсон стиви уандер оуэн уилсон и даже билл клинтон актер алик болдуин тот самый который снимался в первом битл джуся и озвучивал босса молокососа встретил в этом ресторане свою жену в конце концов сарма рассталась с мэтью и продолжила развивать ресторан в одиночестве ее любили работники ресторана бонни она с нами шесть лет мы ее не отпускаем не выйдет я не ухожу это джой он работает здесь почти 7 6 и сарма была действительно искренне мы называли ее сарма у нее был лучший в мире пёс ли он герой самых романтичных отношений в жизни сармы она даже помогала бездомным людям и нашла среди них хорошего друга однажды она прошла мимо и наши глаза встретились и она улыбнулась я просто завязал с ней разговор с этого момента стали добрыми друзьями но ей все равно было страшно одиноко в 2011 году она познакомилась в твиттере с мужчиной по имени шейн фокс она заметила что этот мужчина общается в твиттере с аликом болдуин и тем самым актером и сразу прониклась к нему доверием их отношения развивались медленно сначала они несколько месяцев играли в слова просто болтали а встретились они только в конце 2011 года в реальности шейн был чуть грубее и полнее чем на фотографиях но сарма подумала что было бы не серьезно отвергнуть мужчину исключительно из-за его внешности тем более было в нем что-то от той самой каменной стены он казался в меру смешным в меру серьезным и очень душевным а мы помним сарма ужасно нуждалась в человеке на которого можно было бы опереться осуждать его за это было легкомысленно хотя я мечтала о большом и сильном парне который ворвется в мою жизнь будет понимать меня а он казалось понимал меня очень хорошо шейн так красиво за ней ухаживал он писал ей что влюблен в нее уже тысячу лет будто они знакомы с прошлой жизни он был богат и таинственен иногда шейн пропадал оставляя сарму в догадках и этим только подогревал ее интерес он создавал впечатление человека который живет на широкую ногу и ничего не жалеет для любимой шейн вводил сарму в магазин тиффани выбирать кольца смотрел с ней шикарные нью-йоркские таунхаусы и расписывал планы на совместное будущее он осыпал ее вниманием заполняя ту самую пустоту которая осталась после расставания с ее предыдущим парнем мэтью с которым они как раз таки рестораны открыли но впрочем никто из знакомых с армой не понимал такие отношения позже даже приемная мама шейна скажет что она не понимает что сарма в нем нашла а еще шейн был очень подозрительным однажды он позвонил в офис где работали друзья и коллеги с армой и определитель номера показал его как энтони стрэнджеса они это имя погуглили и оказалось да наш пациент лжет его настоящее имя энтони стрэнджес а у энтони стрэнджеса была судимость когда взволнованные коллеги сармы узнали это они немедленно рассказали все ей но у энтони были ответы на все вопросы он намекнул с армии что ему нельзя рассказывать о своей работе потому что он работает офицером спецназа и регулярно где-то пропадает потому что ему нужно спасать людей иногда когда дела в командировке шли уж совсем плохо он звонил с армии и просил перевести ему денег как самоотверженно и героично энтони говорил что когда он пропадает на неопределенное количество времени и обрывает все контакты с армой он делает это ради ее же безопасности потому что понимаете лучше она посчитает его мудаком чем будет в опасности шейн в африке борется с повстанцами не говори ему что знаешь где он постарайся понять шейну плевать ненавидишь ли ты его плевать умрет ли он ему плевать на то что он лжет и что он негодяй потому что это не так он знает это знает что все что он делает сработает он лучше оградит тебя и позволит тебе думать что он сволочь чем подставит тебя под удар какие красивые слова девочки какие красивые слова и тем не менее в ноябре 2012 года пара поженилась церемония была скромной никто из друзей и родных с армии о свадьбе не знал после свадьбы энтони объяснил с армия что теперь она его жена а значит она теперь тоже находится под защитой правительства сша но возникла одна маленькая проблемка это компьютерная безопасность так что теперь если с арма хочет оказаться в полной безопасности она должна дать энтони пароли от своей электронной почты и все данные банковских карт и она безропотно согласилась энтони окружал с арму заботой и отлично знал ее слабые места и здесь стоит понимать он делал это на протяжении ни дня ни месяца и даже ни одного года а гораздо дольше так что за это время границы с армии он сдвигал постепенно и ее восприятие реальности он менял тоже очень постепенно и медленно плюсом ко всему вспомним историю про то что я лучше останусь в ее глазах мудаком но вот это вот все он создавал ощущение что все это выбор исключительно самой с армия со временем когда энтони точно втерся к ней в доверие он начал подвергать сомнению абсолютно все что ее окружало он рассказал что помнит свои предыдущие жизни и что ли он был в прошлой жизни его собакой энтони всегда категорично заявлял что любит меня и превращал это в нечто мифическое вроде как он прожил много жизней и везде искал меня и я то самое тот особенный человек в мире он выделял меня как будто наконец нашел ту которую искал сказал что сарма теперь достойно узнать о тайной организации под названием семья и что члены этой организации давно побороли смерть в его реальности тайная организация похожая одновременно на мафиозную группировку и религиозный культ может даровать бессмертие ей и ее псу но сначала с армии придется пройти несколько испытаний семья это некая доминирующая группа судей которые следят за каждым вашим шагом и решают выполнили ли вы необходимые задачи чтобы вы могли перейти в новое состояние бытия где обретете сверх возможности энтони убедил сарму что она получит огромное богатство сможет выплатить долги за ресторан и да к этому моменту она уже успела накопить долги и направит весь мир к светлому веганскому будущему все что ей нужно было делать взамен это беспрекословно подчиняться его приказам и переводить любые суммы денег в любое время не задавая вопросов к слову вас ждет 7 лет везения и огромных денег если вы подпишитесь на мой телеграм-канал а если подпишитесь еще и на бусти то 20 лет огромных огромных бабок не работая внимание вдвоем смотреть ролики намного интереснее найдите пару в к знакомствах и тут возникает вполне очевидный вопрос как такая молодая умная и успешная девушка которая к тому же закончила один из ведущих университетов страны и открыла успешный ресторан повелась на этот бред сарма часто говорит что все время проведенной с энтони она была словно в трансе и вообще этот опыт похож на то что чувствуют люди когда находятся в секте она с детства была отстраненным ребенком и считала себя отличающийся от сверстников в момент знакомства с энтони она была убита горем из-за расставания с бывшим и чувствовала себя загруженной ответственностью за ресторан это и сделало ее уязвимой к манипуляциям но ничего из этого не объясняет почему она изначально была так восприимчива к историям энтони потому что тогда она еще не была настолько сильно к нему привязана и он еще не был настолько серьезным авторитетом в ее глазах но почему-то она все равно ему верила возможно это произошло из-за того что в кругах веганов и сыроедов часто можно встретить людей которые верят в мистицизм хиромантию силу кристаллов и таро поэтому сарма не ставила под сомнение некоторые эзотерические теории энтони но разница пожалуй лишь в том что попросить у подружки раскладик на таро это не то же самое что завербовать в секту важный аспект манипуляции это изоляция жертвы от ее близких энтони убедил сарму что она может достичь бессмертия через испытания такое своим друзьям и родственникам она объяснить не могла и понемногу отстранялась от них тем временем бизнес продолжал развиваться и она открыла еще одно кафе под названием one lucky duck но энтони все больше вмешивался в ее работу он отдавал приказы персоналу и принимал бизнес-решение не спросив ее она переводила энтони огромные суммы денег и в итоге получилось около 1 и 7 миллиона долларов я напишу на экране сколько это было на тот момент по тому курсу когда энтони начал набирать вес он объяснил сарме что это как он выражался его новый мясной костюм и конечно он был еще одним испытанием ее преданности мол вселенная проверяла ее заставляя ее испытывать к нему отвращение но продолжать подчиняться его приказом и заниматься с ним с и вот пришло время для финального шага любого манипулятора нужно было заставить жертву перешагнуть через свои ценности и мораль для сармы таким поступком видимо стал эпизод с бутылкой вина о котором она даже не может спокойно рассказывать он попросил меня принести бутылку вина которая предназначалась мне в общем он приказал мне встать на колени и затем ну вы понимаете и я даже плакала а потом он извинился говорил что никогда не сделает этого снова сарма прошу тебя нам надо спуститься и напоить тебя кофе тем временем энтони продолжал захватывать ее бизнес однажды он отправил ее в долгую поездку в рим с армии он сказал что это очередное испытание но на самом деле он использовал эту отмазку чтобы взять контроль над ее рестораном и вы уже догадались что никакой энтони не офицер спецназа энтони стрэнджис провел детство в броктоне штат массачусетс его родители разошлись где-то восемьдесят четвертом году и стрэнджис жил с отцом в трейлерном парке там он познакомился с девушкой по имени стейси женился на ней и завел с ней ребенка стейси первая испытала на себе манипуляции энтони когда она забеременела он взял ее драгоценности и электронику и заложил когда у нее родился ребенок энтони тонко намекал что от него можно избавиться а в итоге ушел бросил семью без денег и твердой почвы под ногами у энтони была зависимость от азартных игр он буквально не мог отойти от игровых автоматов большую часть денег которые переводила ему сарма он тратил на игры в итоге под влиянием энтони ресторану пришел конец сарма переводила ему деньги которые должны были пойти на зарплату работников сначала она врала что у нее просто проблемы с банковскими переводами и скоро она во всем разберется но в итоге у всех кончилось терпение и работники уволились а ресторан закрылся сарма была в отчаянии она искала инвесторов которые могли бы помочь ей возобновить работу ресторана и благодаря ее годами наработанному авторитету у нее получилось найти и инвесторов и деньги и тут мне очень хотелось бы сказать что она разобралась с долгами снова открыла ресторан поняла что этот энтони просто мудак который ей манипулировал и жила припеваючи со своим псом леоном и да отчасти это правда было так сарма как будто ненадолго обрела контроль над собой она дала отпор энтони поменяла пароли на своей почте и даже уличила его в том что коллеги энтони которым якобы можно было доверять это просто его фейковые аккаунты но противостоять манипуляциям не так просто и когда состояние женщину ухудшилась она снова вернулась к энтони в итоге она опять начала переводить ему деньги которые должны были уйти на работу ресторана работники опять взбунтовались провели перед рестораном демонстрацию и уволились во второй раз а в 2015 году энтони и сарма сбежали новоиспеченные бонни и клайд колесили по стране скрываясь от полиции ведь к тому времени их разыскивали по обвинениям в мошенничестве и нарушении трудового законодательства и естественно энтони тратил кучу денег в казино лас-вегаса а сарма страдала она как будто окончательно теряла рассудок энтони не давал ей общаться с друзьями и семьей женщина просто оказалась в заложниках сарма ты должна встать и сходить в банк ладно хотя бы встань сможешь взять свой телефон только не читай и не читай эти идиотские сообщения так как получать деньги от самой сармы энтони больше не мог он начал вымогать их у ее мамы которая в итоге перевела ему около 400 тысяч долларов спустя пять лет после их знакомства 5 мая 2016 года наших героев арестовали произошло это после того как они заказали к себе в номер куриные крылышки и пиццу иронично не правда ли пока сарма сидела в камере предварительного заключения единственное о чем она могла думать это ее собака ли он на тот момент долги сармы составляли около 6 миллионов долларов а список ее преступлений тянулся бесконечно среди них крупная кража мошенничество неуплата налогов нарушение трудового законодательства и так далее таблоиды представляли сарму этакой коварной блондинкой которая обманула всех инвесторов вдобавок пресса бесконечно злорадствовала на почве того что вот ха-ха веганшу на куриных крылышках поймали вскоре после ареста сарма согласилась признать свою вину по решению суда она должна была отсидеть четыре месяца в тюрьме и ее выпустили под залог энтони также признал себя виновным хотя его адвокаты и настаивали на том что зачинщицей всего этого была сарма его приговорили к одному году тюремного заключения он также должен выплатить 840 тысяч долларов в качестве возмещения ему не предписывали обратиться за психиатрической помощью и не было никаких условий чтобы защитить следующую женщину которую он обязательно обманул сыграв в ту же игру 2018 году сарма подала на развод и она до сих пор опасается критики со стороны прессы про нее сняли документальный фильм но ей кажется что он производит на зрителя неверное впечатление сарма имеет ввиду концовку где она выходит из тюрьмы в документальном фильме и болтает по телефону с энтони так как будто они в хороших отношениях но по факту как говорит она все абсолютно не так привет слышишь меня да слышу на той неделе я почти уже написал тебе сообщение представь я скучаю ты понимаешь что тебе придется снять мясной костюм и появиться на единороге да я уже это обдумываю станешь оборотнем у меня на глазах ну я женщина до сих пор иногда посещает свой старый ресторан и представляет что однажды она снова станет ее владелицей а у ее собаки появился аккаунт в запрещенной социальной сети общественность до сих пор сомневается была ли она настоящей мошенницей или именно она стала главной жертвой всей этой ситуации но я думаю что мы все это узнаем только если ли он действительно всех нас переживет но и в заключении хотелось бы сказать что люди готовы много отдать за бессмертие деньги здоровье время счастье и тем не менее мне кажется что потому-то наше время и ценно что она конечно господи это должно было быть милая концовка а не истерии мы все умрем ставьте лайк под этим видео на самом деле я имею ввиду что очень важно научиться ценить момент в своей жизни и научиться жить настоящим и не пытаться продлить будущее вот как обычно сентиментально да каюсь есть такой грешок но что поделать только подписаться на канал остается и поставить лайк под этим роликом но у меня на сегодня все всем большую спасибо за просмотр отдельно благодарю людей которые подписаны на мой boost и их имена сейчас на экране ну а я с вами прощаюсь всем пока